250 рублями. Русскими? Да. 60 гривен нашими, хохлядскими. Колорит российских поездов. Вот к чему нужно быть готовым туристу. По крайней мере, автору проекта пришлось в сутки ехать по железной дороге из Москвы в Крым. Пути проходят по территории Украины, иначе никак. Стоимость места в купе 5200 рублей. Дело в том, что украинская авиакомпания без объяснения причин отменила наш рейс через Киев. Делаем вывод. Покупать авиабилеты сейчас лучше без заездов в Украину. Пока самый удобный воздушный маршрут – Красноярск, Москва, Симферополь. Увы, с пересадкой, но за последнюю неделю этот перелет подешевел и стоит теперь 10800 рублей в одну сторону вместо прежних 13. Из европейской части России туристы исторически добирались в Крым на автомобилях. Литр 92-го бензина на полуострове стоит в среднем 34 рубля. На 4 рубля дороже, чем в Красноярске. Давайте посчитаем. Полторы тысячи километров из Москвы. Из расчета 10 литров бензина на 100 километров – около 5000 рублей только на бензин. Один нюанс – топливо нужно считать с запасом. Половина Крыма – горная местность. На Крымском полуострове все близко. Например, от Симферополя до Симферополя. Примерно 70 километров до Ялты. Еще 70 – Бахачесарай в 30 километрах находится. Единственная особенность здесь – это постоянные серпантины, горная местность, дороги, повороты. Поэтому, если вас немножко укачивает в машине, как меня, то внимательно выбирайте водителя и корректируйте маршрут. Машина – не самый желательный транспорт для туристов. Не только из-за дорогого бензина и гор. Сегодня автопутешественникам нужно учитывать политические реалии. Сегодня, опять же, ситуация сложная, потому что автодорога проходит через территорию Украины. И здесь, конечно, те паромы, которые сейчас существуют на Керченском проливе, это два парома, насколько я знаю, емкостью по 40 машин, 300 человек каждый. Но это совсем небольшой поток. Транспорт на полуострове разнообразен. Проезд в городской маршрутке стоит 6-8 рублей. В бухтах Севастополя курсирует морской трамвайчик по такой же цене. До сих пор существует самый длинный в мире троллейбусный маршрут. Симферополь-Ялта, 96 километров на Пучеглазом раритете, за 2,5 часа и, внимание, всего 35 рублей. А на знаменитую гору Айпетри вас подвезет фуникулер. Правда, сейчас подъемник находится на профилактических работах до начала мая. Подняться туда обязательно нужно, чтобы увидеть прекрасный Крым сверху. Не зря режиссеры выбирали разные площадки для съемок фильмов именно на этом полуострове. Ведь природа настолько уникальна. В свое время Крым притворялся и Кавказом, и Иерусалимом, Израилем. И я смотрю сейчас на это пастбище, и горы позади меня, и думаю, может быть, зря Питер Джексон снимал «Властелин колец» где-то в Новой Зеландии.